МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самый долгий отопительный сезон за последние 14 лет. Ожидание больших платежек за тепло и опрессовка по несколько раз на одном участке. Из-за ночных заморозков в Кирове никак не могут выключить батареи и начать проверку труб. Графики опрессовки снова сдвинулись. Ситуация с бешенством в области остается остро, и заболевания начали выявлять у ежей, хомяков и белок. Реальный срок за радикальные методы воспитания назначили супругам из Котельнича. Своего сына они оставляли привязанным к дереву в лесу, а также заковывали в цепи и избивали в хлеву. Без глушилок, но с металлодетекторами на досмотре и под прицелом видеокамер в этом году пройдет итоговая тестация школьников. До первого ЕГЭ остались считанные дни. Что делать, если ребенок опоздал, забыл паспорт или заболел не просто до, но и во время экзамена? Сегодня рассказали в правительстве. Зажечь электрическую лампочку в своих руках, заставить мастера взглянуть на собственное творчество по-новому и побывать в нескольких странах, не уезжая из родного города. В ночь с субботы на воскресенье Киров присоединился к акции «Ночь в музее». О главных событиях понедельника, 22 мая, расскажет информационный канал «Город». В студии Александр Тимшин. Здравствуйте. Самый долгий отопительный сезон за последние 14 лет. Сегодня в Кирове снова перенесли срок начала прессовки. Ночные заморозки никак не дают заявить об окончании отопительного сезона и начать проверку теплосетей города. Специалистам КТК пришлось снова переделывать график отключения. Кировчане вроде и вздохнуть должны спокойно. Есть возможность еще несколько дней пожить с горячей водой, но радоваться особо нечему. Многие со страхом ждут квитанции по отоплению за май, когда батареи греют не хуже, чем зимой. И без горячей воды сидеть все равно придется. В этом сезоне, возможно, и больше, чем обычно. Теперь обпрессовывать аварийный участок будут минимум два раза. Такие новые правила. Вынуждены пока маленько притормозить, чтобы не прекращать отопительный сезон. Поэтому данное оборудование пока стоит в резерве. Но готовое к работе. Такого долгого отопительного сезона здесь не припомнят. Говорят, за 14 лет впервые. Слишком холодная весна, а начинать гидравлические испытания при горячих батареях нельзя. Опрессовочные машины давно стоят на улице и ждут. График отключения районов города приходится переделывать каждый день. Сезон будет непростым. Очень напряженный график у нас и так был составлен довольно-таки плотный. Задержка здесь фактически уже вторую неделю. То есть, естественно, отставание уже по графику опрессовки у нас уже присутствует. Уже известно, что догонять графики будут работой без выходных и привлечением подрядчиков. Иначе можно не успеть и до следующего отопительного сезона. Ведь в этом году на одном участке могут проводить опрессовку по несколько раз. После ремонта каждого выявленного дефекта трубы снова будут проверять на прочность опрессовкой. А значит, кировчанам придется дольше сидеть без воды. К сожалению, придется все равно в течение двух недель максимум испытывать неудобства. Но я очень надеюсь на то, что мы пройдем достаточно оперативно, слаженно. Тем более, что сейчас ведется поиск подрядчиков, заключаются договоры на то, чтобы эти дефекты устранялись в максимально короткие сроки. Затянувшийся отопительный сезон срывает все сроки по реконструкции сетей. Специалисты КТК не стали дожидаться его завершения. Уже кое-где начали работу. На днях техника появилась на улице Большего. Здесь старые трубы на новые и меняют по новой технологии. Потребители при ремонте остаются с отоплением и горячей водой. Говорят, что такая технология будет применяться и при устранении дефектов после опрессовки. Но только не на всех участках. Реконструкция, то есть полная замена труб в этом году запланирована почти на 20 участках города. Это примерно на 40% больше, чем в прошлом году. Кроме Большего и Широнинцев, новые трубы будут укладывать на Пятницкой, Розы-Люксембург и Производственной. Но, возможно, из-за срыва графика опрессовки переносить придется и эти планы. Вот я держу майские среднесущные температуры. Подряд пять дней у нас не получается. Поэтому обвинять город в том, что тепло не отключил, нецелесообразно. Аномально холодным этот май Марат Френкель называть не торопится. Говорит, что все идет по сценарии, который ему был известен заранее. Но на этой неделе есть надежда на теплые дни и ночи. А значит, не сегодня, а завтра отопительный сезон объявят закрытым. Вот пока мы сидели, по-моему, уже сейчас по факсу пришло. То есть почувствовали, что ситуация улучшается. Городские области уже дали запрос. Сейчас я посажу людей и будут делать расчеты. Вопрос по отопительному сезону в администрации, скорее всего, будут обсуждать во вторник на оперативном совещании. Если решение примут, на отключение уйдут примерно сутки. Столько же на подготовку к первому этапу гидравлических испытаний. Так что на этой неделе быть готовым к отключениям стоит жителям центральной части города, юго-запада и района Лепси. Ксения Зиновьева, Александр Рожков, информационный канал «Город». Ситуация с бешенством в области остается острой. Заболевания начали выявлять у ежей, хомяков и белок. Об этом сегодня сообщили в правительстве. Сегодня же в Порошино началась вакцинация домашних животных от бешенства. На сегодняшний день в области зарегистрировано 41 случаи бешенства. Причем треть всех заболевших – домашние питомцы. Специалист отмечает, что это нетипичная ситуация и объясняет высокий процент заразившихся домашних животных тем, что бешенство слишком близко подобралось к городу. Напомним, карантин введен в 11 районах области, в том числе Порошино, Дороничах, Бахте и в Кирове в районе автовокзала. В Бахте на пилораме было гнездо щенков. И вот это гнездо щенков через приют домашних животных раздали в частные руки. Все эти щенки уехали, разъехались. Кто-то в Зуевский район, в ИНЭ районы. Один владелец оказался с улицы Некрасова, города Кирова. Всем владельцам животных вновь напомнили об обязательной вакцинации. Лекарств хватит на всех, а сами прививки делают бесплатно. Пренебрегать этой процедурой, отметили в правительстве, нельзя. Укус животного, больного бешенством, смертельно опасен для человека. Без глушилок, но с металлодетекторами на досмотре и под прицелом видеокамер в этом году пройдет итоговая аттестация школьников. До первого ЕГЭ остались считанные дни. Что делать, если ребенок опоздал, забыл паспорт или заболел не просто до, но и во время экзамена, сегодня рассказали в правительстве. Первые экзамены пройдут уже в эту пятницу. Принять школьников готовы 70 пунктов. Все оснащены камерами наблюдения, ко всем школам прикреплены дежурные медработники. Если во время экзамена ученику вдруг станет плохо и врач решит, что испытание может навредить здоровью, то выпускнику будет выдана справка, по которой он сможет пересдать экзамен чуть позже. А вот у нарушителей правил сдачи такой возможности не будет. В кабинет запрещено брать с собой любые электронные устройства. На входе в этом году учеников будут встречать металлодетекторы. В этом году мы не планируем использовать так называемые решилки, потому что они не перекрывают все частоты. Самое главное, мы говорим наказывать не за то, что ребенок говорит по телефону, а вот у него из кармана высунулся телефон, его могут уже удалить с экзамена и без права пересдачи. То есть тут самое главное, что нельзя проносить. В этом году на техническое сопровождение ЕГЭ потратят более 5 миллионов рублей. В следующем выпускников ждут новшества. Распечатывать экзаменационные материалы учителя будут прямо в школах. Предполагается, что это повысит информационную безопасность. Диск с заданиями открыть будет невозможно без кодового слова, которое станет известно лишь за полчаса до экзамена. Новой техникой школы оснастят осенью, а в ноябре проведут пробный экзамен по русскому языку. В мелких барах и кафе могут запретить продажу алкоголя. Часть города во вторник останется без электричества. Октябрьский проспект будет перекрыт более чем на сутки. Подробнее об этом и другом далее. Эфир продолжает рубрика короткой строкой. Власти хотят ввести дополнительные ограничения по продаже спиртного. Речь идет о предприятиях общественного питания. В планах, к примеру, запретить продажу алкоголя в заведениях, где менее 8 столов и 32 посадочных мест. Такой запрет, напомним, существовал, но был снят в связи с изменениями федерального законодательства. Во вторник часть города останется без электричества. Отключение затронут улицу Колхозную в Коминтерне жителей Октябрьского проспекта, улиц Пятницкая, Спасская, Свободы. Полный список можно найти в группе информационного канала «Город ВКонтакте». К 25 мая все лагеря области должны быть готовы к приему детей. Комиссия специалистов правительства к назначенному сроку посетит с инспекцией все места летнего детского отдыха. Сообщается, что подготовка к сезону в этом году началась на два месяца раньше, чем обычно. Также заблаговременно лагерям были причислены субсидии. Объем финансирования в этом году увеличен более чем на 7 миллионов рублей. Отдыхать в лагерях смогут на 2000 детей больше, чем годом ранее. В субботу, 27 мая в Кирове пройдет масштабный велопарад. Из-за этого Октябрьский проспект перекроет больше, чем на сутки. Проезд для всех видов транспорта будет закрыт с 23 часов пятницы до раннего утра в воскресенье. Смотрите во второй части нашего выпуска после короткой рекламы. Реальный срок за радикальные методы воспитания назначили супругом из Котельнича. Своего сына они оставляли привязанным к дереву в лесу, а также заковывали в цепи и избивали в хлеву. Хотел откупиться долларами. На улице Воровского сотрудники ДПС задержали пьяного бизнесмена на внедорожнике. Мужчина предложил крупную взятку в иностранной валюте. Запрет продажи алкоголя, работа кинологов в местах мероприятий и по одному полицейскому на 13 выпускников. Об особенностях празднования последнего звонка рассказали в областном управлении внутренних дел. Зажечь электрическую лампочку в своих руках, заставить мастера взглянуть на собственное творчество по-новому и побывать в нескольких странах, не уезжая из родного города. В ночь с субботы на воскресенье Киров присоединился к акции «Ночь в музее». Эти и другие новости смотрите через несколько минут. В эфире информационный канал «Город». Мы продолжаем. Реальный срок за радикальные методы воспитания детей назначили супругом из котельнича своего сына. Они оставляли привязанным к дереву в лесу, а также заковывали в цепи и избивали в хлеву. Прошлым летом ребенку удалось сбежать и рассказать обо всем сотрудникам полиции. В ходе следствия выяснилось, что родители таким образом наказывали сына за якобы взятые без спроса деньги на игрушки и сладости. В августе позапрошлого года ребенка увезли в лес и привязали к дереву. Мальчику удалось освободиться и вернуться домой. Также мать и отчим регулярно избивали его ремнем, а однажды на неделю оставили сына на цепи в хлеву. При этом кормили его только хлебом и водой. Родители привлекли к уголовной ответственности за лишение свободы группа лиц по предварительному сговору, истязанию и неисполнению родительских обязанностей. Отчему назначили три года условного лишения свободы. Мать в ходе следствия объяснила свое поведение воспитанием непослушного сына, а потому вину признала не полностью. Ближайшие два года и девять месяцев ей придется провести за решеткой. Поджог дома покончил с собой житель Коминтерна. Трагедия произошла в пятницу вечером. По словам очевидцев, хозяин сильно расстроился из-за разлуки со своей супругой. Подробности в рубрике «Место происшествия» материал имеет возрастное ограничение 12+. По словам очевидцев, хозяин дома расстроился из-за того, что от него ушла супруга. Мужчина предупреждал, что из-за разлуки он может поджечь дом. И как пояснили соседи ранее, он уже пытался уничтожить свое жилище. Но соседи и близкие люди не позволили ему это сделать. В ходе проверки установлено, что до пожара хозяева распивали спиртные напитки и между ними произошла ссора. После того, как сожительница с сыном оставили мужчину одного, он поджег садовый дом. Затем мужчина покончил с собой в сарае, который находился в нескольких метрах от дома. Сейчас по факту смерти человека следователи проводят проверку. Три человека получили травмы различной степени тяжести в результате аварии в Кирове-Чепецке. 44-летний водитель такси возвращался с женой и другом после пьяных посиделок на даче. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 по предварительным данным справился с управлением, совершил съезд кювет и опрокидывание. В результате происшествия сам водитель, а также два его пассажира, женщина и мужчина, получили травмы. Были госпитализированы в медицинское учреждение. По результатам экспертизы, у водителя установлено состояние алкогольного опьянения. Как поясняет сам водитель, факт ДТП он не помнит. 41-летняя пассажирка получила перелом ключицы. К слову, в момент ДТП только она была пристегнута. Еще один пассажир получил перелом ноги. Водитель же десятки сломал ребра. Теперь виновнику ДТП грозит лишение прав сроком до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Взятку в 1100 долларов предложил сотрудникам ДПС водитель Хёнде, которого задержали на улице Воровского. За рулем был вовсе не американец, а очень пьяный кировский бизнесмен. Мужчина на выходных изрядно выпил, и ехать домой на такси с целой кучей денег он не захотел. Сел за руль своего кроссовера. Однако по пути алкоголь дал о себе знать. Предприниматель врезался в бордюр, привлек внимание активистов ночного патруля, а затем устроил погоню с полицейскими. Вы меня слышите? Да, я слышу. Берите ценные вещи и со мной в машину патрульную идемте. Машину свою закрывайте. За попытку откупиться от наказания ему грозит штраф в размере от 30-ти кратной до 60-ти кратной суммы взятки. А это, если пересчитать на рубли, минимум почти 2 миллиона рублей, максимум почти 4 миллиона. Запрет продажи алкоголя, работа кинологов в местах мероприятий по одному полицейскому на 13 выпускников. Об особенностях празднования последнего звонка для учеников кировских школ рассказали сегодня в областном управлении внутренних дел. В Министерстве образования рекомендовали провести праздники в честь окончания учебы в среду, 24 мая. По расчетам полицейских, в последних звонках по всей области примут участие порядка 16 тысяч школьников. Для обеспечения порядка на улице выйдут больше 1200 полицейских. Несмотря на запрет розничной продажи алкоголя, огромное внимание полицейские уделят контролю за тем, чтобы выпускники не употребляли спиртное, а тех, кто окажется на улице в нетрезвом состоянии, пообещали наказывать по всей строгости со штрафом до 1000 рублей или арестом до 15 суток. Для разбирательства, для выяснения не будут доставлены в дежурные части территориальных органов внутренних дел, где после осуществления разбирательства они будут переданы законным представителям, то бишь родителям, или руководителям организации, на которые возложена функция опеки. В управлении внутренних дел отчитались о проведенных инструктажах с учителями и руководством школ. До конца рабочей недели полицейские будут работать в усиленном режиме. Изменены маршруты патрулей, а в дни мероприятий школы будут проверять кинологи со служебными собаками. Зажечь электрическую лампу в своих руках, заставить мастера взглянуть на собственное творчество по-новому и побывать в нескольких странах, не уезжая из родного города. В ночь в субботу на воскресенье Киров присоединился к одной из самых масштабных акций «Ночь в музее». В этом году она собрала больше 100 мероприятий в 40 учреждениях. Организаторы попытались расширить понимание выставки, где посетителям можно не только разглядывать экспонаты или держать в руках, но и самим создавать новые шедевры. Никита Тузов продолжит. Надписи с признаниями в любви здания и дымящиеся трубы. Для зрителей, даже близко знакомых с законами электричества, фигуры из горящих ртутных ламп прямо в руках стали настоящим волшебством. Поэтому шоумены, а по совместительству студенты, так себя и назвали энергомаги. Секрета своих не раскрывает, но и все оборудование, говорят, ничем не отличается от используемых кировчанами. Обычно, как вот в лампах, все то же самое, то есть никакого подвоха, все настоящее, ловкость рук и никакого мошенничества, как говорится. Выступления энергомагов прошли в областном музее энергетики. В акции «Ночь в музее» учреждение принимает участие уже во второй раз. Многие кировчане и узнали его существование только благодаря огромному числу мероприятий в минувшую субботу. Хотя были и такие посетители даже из числа самых молодых, которые рассказывали об экспонатах не хуже любого экскурсовода. Например, о модели тепловой электростанции. А тут турбины работают. Турбина, вон, она вырабатывает электроэнергию. В этом году «Всероссийская ночь в музее» объединила больше 40 учреждений по всему городу. Одна из целей, пусть только на один день, но расширить понимание музея как такового и выйти за рамки экскурсий по музейным залам. Одной из особенностей акции «Ночь в музее» в этом году стало огромное количество запланированных на улице мероприятий, но проводились они, скорее всего, только до тех пор, пока позволяла погода. Пока не начался дождь, пешеходная часть улицы Спаской превратилась в одну из главных танцевальных площадок города. «Ночь в Краеведческом музее» началась с творческих номеров под ирландскую музыку. Тему путешествий по далеким странам продолжили и в остальных музеях. Арт-маркет у выставочного зала работал под звуки африканских барабанов. А уже внутри всежелающие смогли почувствовать страсть аргентинского танго. Окунуться в атмосферу восточного чаепития и узнать, как меняется вкус напитка от способа его заварки. Или примерить, пусть только ради красивой фотографии, настоящее японское кимоно. Одно дело – посмотреть на музейные экспонаты или подержать их в руках. И совершенно другое – принять участие в их создании. Многочисленные мастер-классы – еще одна особенность «Ночи в музее». Для авторов и кураторов они стали возможностью не только поделиться своим творчеством с гостями, но и самим узнать от посетителей что-то новое. Например, на совершенно женское, по мнению автора занятия, шитье кукол ангелов, посмотреть мужским взглядом. У мужчин был другой взгляд на создание образа. Они делали всевозможные волосы, они делали всякие ракезы, они делали совершенно необычные такие вот моменты технического характера. Например, мой сын, который шил вот такого вот ангела, он сделал совершенно замечательную вещь. Он сделал такую конструкцию, из которой у него посредством таких длинных ниток двигались руки, и он все время вот так вот был в движении. «Ночь» в Кировских музеях провели порядка 20 тысяч ценителей искусства и творчества. Организаторы считают, что это далеко не предел. Поэтому в следующем году обещают сделать мероприятие еще масштабнее и еще интереснее. Никита Тузов, Александр Рожков, информационный канал «Город». И в завершении выпуска прогноз погоды на завтра. С ним вас познакомит Татьяна Чупракова. 23 мая отмечается Всемирный день черепах. А какой будет погода в Кирове на завтра, об этом мы узнаем прямо сейчас. 23 мая в Кирове ожидается пасмурная погода и небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 8, а ночью плюс 5 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр артутного столба. Желаю вам легкого вторника. Таким был этот понедельник, 22 мая. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 54-18-19. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в городе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok